Накануне 31 августа глава арктического региона Дмитрий Кобылкин своим распоряжением снял карантин на территории выпаса северных оленей в Ямальском районе. Напомню, в связи со вспышкой сибирской язвы 25 июля на одной из территорий района был введен карантин. Началась локализация очага и в дальнейшем масштабная работа по ликвидации последствий падежа животных, по предотвращению распространения заболеваний среди коренного населения и здорового оленопоголовья. В настоящее время на территории продолжаются реабилитационные мероприятия. Все тундровики находятся в традиционных местах проживания, в чистой зоне тундры, где обустраиваются быт в новых стойбищах, куда завезены продукты и необходимые вещи, предметы первой необходимости, аптечки и многое другое. Сохранены и продезинфицированы деревянные изделия, в том числе священные для многих поколений коренных жителей Нарты, уже переданы главным семей. Выделены средства и разработаны варианты приобретения оленей для пострадавших тундровиков. Стойбище готовится к новому учебному году. В Ямальском районе, так же, как и по Арктической тундре, округа идет сбор школьников школы-интернаты. Ирсалинская школа-интернат, кстати, самая большая в России, уже принимает детей. Здание полностью продезинфицировано и соответствует самым строгим нормам санэпиднадзора. В настоящее время в больнице Салихарда находится один ребенок. По словам врачей, девочка здоровано остается под наблюдением до полного заживления следов раны на коже. Родители ждут выписки. Всего на утро 31 августа по округу провакцинировано более 14 тысяч человек из группы риска. В утвержденном очаге по сибирской язве Ямальского района установлены специальные ограничительные знаки. В указанных территориях, пунктах запрещена любая хозяйственная деятельность. Работы по восстановлению традиционного образа жизни пострадавших оленеводов продолжаются, сообщает пресс-служба главы региона.